Смотреть за этим матчем. Меня всегда так умиляла аватарка Мантиса. Мантиса аватарка часто ставят на аватарку типа Пупея Личика, старая Пупея. Немножко думали мы, что задержится игра, потому что товарищ Дэнди завис там просто на Найтмаре, там проходит в Диаблу. Или на каком Найтмаре? На Хелле, да, на Хелле он уже его там проходит. Ну, неважно. Дэнди подзавис, немного мы его подождали, но вовремя он ворвался. У команды Нави маленький проблем, потому что товарищ Хвост Александр Дашкевич четыре дня назад успешно защитил диплом, с чем мы его поздравляем. То есть он уже четыре дня. Четыре дня, как дипломированный специалист в области, не знаю, ректального массажа, я без понятия, на что Хвост учился. Суть в том, что Хвост уехал в Ялту и вернется только 19-го числа, то есть через два дня. И до этого момента Нави перенесли все свои матчи, но вот этот матч они опознали с Переносом, поэтому пришлось им играть сегодня без Хвоста. Ну и вторая проблема у команды Нави, это то, что Лос ушел за гул. Вместе с Хвостом, что ли? Да, не, ну не вместе с Хвостом, но Лос тоже до 23.00 по Москве почему-то играть не может. Он там гуляет себе и так далее, и так далее, и так далее. Ладно, объясню, почему Нави сегодня взяли Санту и Энесса, хотя в правилах Старладера запрещено брать игроков. Собственно, буквально 5 часов до игры в скайпе собрались игроки одной и второй команды, и был разговор между Мантисом, между Матриксом, Смайлом и Эшем. То есть менеджеры, игроки команд собрались между собой, обсудили ситуацию, и Нави сказали, что, ну, ребят, мы будем играть без двоих, мы можем взять вайлдкарт, но если вы хотите сегодня сыграть, то разрешите нам сыграть с Санту и Энессом. На что Мантис ответил, бро, мы не боимся, конечно, не вопрос. Мы не против, то есть, если команда NextKZ, в принципе, не против, почему нам заставлять, не знаю, переносить эту игру куда-то там, пока не приедет Хвост? Ну так, действительно, Кэрри и Фармила уехали. Да. И взяли двух саппортов Санту и Энесса. Отличный план. Команда саппортов просто Пупей, Смайл, ну и Darkseer сразу для Санты. Ну, собственно, поэтому сегодня дали добро NXT, поэтому играет, давай играем как вон, Virtus.pro за Нави. Вчера, напомню, Virtus.pro выиграли Узнэйшн, DTS выиграли So What You Can, две игры состоялось, сегодня состоится еще четыре. Ну, я думаю, сегодня день немного поинтереснее, чем день вчерашний. Я уверен, что он будет поинтереснее, и результаты у нас тоже будут повеселее. Я вот что обратил внимание. Опять забирают Лишрака, почему-то в последнее время, последние недели две, наверное, его просто вот с руками-ногами отрывают. Потому что это лучший герой в доте. Ну, естественно. Только под него еще вот есть привычка Shadow Demon у некоторых брать и идти этой даблой в мид. Пока что Shadow Demon не в пике, не в бане, но, боюсь, мы увидим этого персонажа. Ну, если DTS не на сервере, всегда есть опасения, что мы можем и не увидеть этого персонажа. Если играют DTS, конечно, мы всегда заберем. Я недавно видел, как раз Next играли против DTS, и там просто бан был Shadow Demon, Bane Elemental, Лишрак и еще каких-то два. Ну, в общем, забанили... А, Клинкс. То есть забанили вообще всех, на ком играют DTS обычно, веселых персонажей, ну и оставили там совсем другую из пик. Ну, это уже называется... ДТС уже заслужили себе такое имя, да, что под них подстраиваются. В принципе, Na'Vi давно себе уже такое имя заслужили, и под них подстраивается чуть ли не весь мир. Хотя в последнее время уже вот, ну, не сказал бы я, что у Na'Vi как-то там вот определенно есть какой-то... Знаешь, как любят писать там на матчах Premier League, там в трансляциях англоязычных перед началом игры, они показывают команду и их любимые герои. Вот я сейчас затрудняюсь называть любимых героев Na'Vi. Вот как-то вот... Да они в последнее время берут почти все, что получается. Да, у них очень широкий спектр выбора, и поэтому тяжело сказать. Ну, там Dendy Invoker можно, я думаю, смело сказать. В последнее время он неплохо на нем показывает себя. Magus в последнее время на Invoker отлично отыгрывает. Magus в последнее время, да, начал нормально играть. Так, тут Beastmaster. Началась вторая стадия банов. Ну, очень быстро отъехал там Venomaster, неприятный герой. Хотя я его уже... Вот с того момента, как появился Лишрак, Venomaster куда-то исчез. Вот перестали. Мы привыкли к VR Venomaster, да, а сейчас не VR, не Venomaster. А сейчас там Fureon Лишрак, Shadow Demon Лишрак, что угодно Лишрак. Ну, это тренды мировой доты. Мы знаем, что постоянно будут меняться у нас какие-то там приколы, какие-то там особые пики, связки. На протяжении развития этой игры будут добавляться новые и новые герои. Умника забанили. Смотри, какой нежданчик. Видимо, что-то знают. Видимо, что-то знают. Видимо, что-то задумали Na'Vi. Или наоборот, действительно знают. Потому что у них как бы по линиям, в принципе... Да нихрена у них по линиям, непонятно вообще. Да них... Все три героя могут с такой же легкостью уйти в сложную. Бруда может... Точнее, и Darkseer могут спокойно там леса пофармливать. То есть, это такое дело. Мы посмотрим, к чему приведет все это. Потому что лично мне интересно посмотреть, как нексты себе покажут в таком матче. Тем более, что игра у нас была один. Поэтому шанса на ошибку практически нету. Любая из ошибок может стать фатальной. Для некстов, кстати, игра довольно важна. Мы даже сейчас с Matrix обсуждали эту тему. Очень хотят они выиграть. Но и опять-таки... Na'Vi играет неполным составом. Dendy 4 дня в доту не играл. Pupi вместе с ним 4 дня в доту не играл. То есть... Посмотрим. Один смайл, так сказать. Настоя... Ооо... Ну, это уже все. Это уже Death Profit. Интересно, чем же будут ее сбривать. Вот по-прежнему есть Shadow Demon в пике. И он очень неплохо убивает Баншу. Ну, в том плане, что он кидает на нее SoulCatcher. Она там под 50% бонусным уроном рассыпается вообще в щи. За секунду. Так, Crystal Maiden. Ну, вот какой-то совершенно непонятный мне ответ. Почему Crystal Maiden? Чтобы маны на топоры было много. Ты посмотришь, когда она Перворосауру качает. Ну, я думаю, левель на 11-м. Не раньше. Ну, тут, мне кажется, скорее всего, Бестмастер уйдет на сложную линию. Топорами брить Эншентов. Очень удобно это делать за темную сторону, за Дайр. Виндранер. Тоже, Виндранер, ласт пик. Ну, и мне уже интересно, кто на ком пойдет играть. Будет ли у нас Санта на Тарксире. Ну, а на ком Несседж тогда поиграть. Слушай, вообще. Баунти Хантер. Ты просто посмотри на это, что они творят. Этот пацан с каким-то рогом из уха торчащим. Да, это, конечно, серьезно. Но мне, в первую очередь, интересно, как линии расставят. Ну, неужели это будет мид Бестмастер? Баунти Хантер сложная. Плюс такая вот с импровизированной даблали шрак ЦМка и Фурион Лес. Это возможно такое. Потому что Баунти Хантер сложно уже проявлял себя не один раз. Не один десяток раз. В любом случае, этот герой зарабатывает очень много денег. Да, можно ставить триплу, конечно, под Баунти Хантера. А ставить Фурионов сложно. Или, опять-таки, Фурионов в мид Бестмастер. Ну, короче, вариантов команды, как сказать, миллиард. Да, впрочем, так же, как и у Нави. Они могут вообще сейчас творить, что хотят. Могут вообще сейчас запушить вообще в такой салат линию с Баньшой и Брудой той же. Ну, и Дарксиром. Дарксир просто уводит крипов. Бруда там делает паучата из них иногда. Ну, и все, и линия будет умирать. Да, смотрим, кто у нас там вообще на ком играет. Команда NextKZ. Вот как раз Лаки у нас на Фурионе. Мантис у нас будет играть на Баунти Хантере. Шторм, Кристал Мейден, Эквал на Бестмастере и Сталкат. Сталкат пятый игрок на Лешраке. Да, кстати, то, что Эквал на Бестмастере, ОМО все-таки нам говорит о том, что Бестмастер должен пойти в сложную, а Мантис все-таки вместе со Штормом пойдут в легкую. Хотя, не знаю, не знаю. Эквал любит команду NextKZ ходить в сложную. Посмотрим, как будет. Так у него классно получается. Он фармит там просто как черт. Дэнди, Банша, Санта, Бруда, Смайл, Виндранер, Пупей, Дараксир и НС на Санкинге. Последний раз, когда НС играл на Санкинге, он дайвер собрал на 56-й минуте. По таймингу. Да, четко по таймингу, все как всегда. Своевременный дайвер – залог успеха. Да, Дэнди, я помню, как-то ругался сильно на Баншу, что это вообще имбанутый герой. Посмотрим. Что Айсфрог, как только начал получать деньги, стал творить хорошие вещи. Ну, посмотрим, да, действительно. Как отыграет сам Дэндик. Да Банша сама по себе такой забавный весьма персонаж. Такая вся призрачная мадам. Ой, вот Бруда сейчас тут деревья поломал себе Санта, сразу же инвиз. Ну, тут нету просветки, конечно, и вряд ли ее смогут убить. Хотя есть сентривард, есть сентривард. Если Санта сейчас очень далеко зайдет, могут быть у него проблемы. Потому что здесь пятеро. Да, должны сейчас выходить, сейчас на Санту. Сенка бежит, ставит вард. Нет, не ставит пока. Ну и Санта, Санта. Сейчас, скорее всего, будет ставить. Да, вот он в центре, но Санта уходит. Ну, цепануть нечем. Санта хорошо. Прочитал, в принципе, Санта. Так, в том-то и прикол, что нечем цепануть. Если бы там Мантис не был в инвизе, он бы еще, может, как-то поступил. А так у него шадоу волк, все дела. Потому что, ну, он проходит сквозь унитов, он никак не может заблочить. Для того, чтобы выйти, ему нужно атаковать. Ну, это, типа, лишний трат времени. Санта вообще просто встал и облизывает вард. Типа, я тут постою, ребят. Ты не против? Ну, все понятно. Все понятно. Лаки тоже, ага. Шторм у нас уже с хостой наяривает. Пупе, я видел, руны нету. Понятно. Вардов нету на топе также у команды Na'Vi. Вот, сейчас только-только Сенкинг поставил такой легкий вардец. Для того, чтобы контролить верхнюю руну. Смаруха будет соло, стоит стоять вниз. И вот Мантис будет все-таки сложно играть на баунти-кантри протмиллах. Толкат миди против Дэндика. Ну, и Нес. Нес, я так понимаю, будет бегать туда-сюда. Или как? Не совсем понятно. Мантис вовремя засветил тут с собой спаун, чтобы не смог Неска помогать товарищу Смайлу. Ну, и на линии Мантису будет стояться, в принципе, против Виндранер. Не очень приятно, но жить можно. Вот, то, что пришел у Нес, это уже поинтереснее. Вот он Мантис. Нес просто выходит и сразу отгоняет Мантиса, чтобы даже не думал получать экспу. Все правильно. На топе у нас будет фармить Эквал. Ну, довольно не самый, по-моему, лучший вариант расстановки линий команды НЕКС КЗ. Да, тут получается Лесной Фурион. Вот почему Бесмастер именно пошел на топ, а не Лешрак, я не знаю. Не совсем понятно. Ну, и Квал неоднократно стоял нормально на сложной линии, поэтому, возможно, стоило Мантиса отправить на легкую, чтобы он его как-то подфармил. Ну, Мантис и тут нормально все получат экспы. Неплохой все-таки персонаж. Да, если, конечно, с Интерами его не будут набревать. Санта стоит, терпит. Он знает, что его пока цепануть не могут. Новый, когда у ЦМК появится, да, уже будет более стрёмно. Так, куда пошел Санта? Куда пошел Санта? Лол, что ты делаешь? Под Вардом. Ну, тут все равно он уйдет. У Лаки что? А, у Лаки нету еще второго левела. Нету спрута. Закрыть они Бруду не могли здесь, учитывая даже, что третий левел и Бессмастера. Ну, пока да, пока особо не цепанешь. Я думаю, не скоро где-то произойдет какой-то экшен, разве что где-то куда-то выбежит случайно НС или Пупей. Пупей тоже фармит пока свои леса. НС пытается здесь пулить. Ну, спокойно все, культурненько. Вот казахи будут пушить. Да, есть базилка, есть первые тренты, есть полторы пачки крипов, есть кабан. И надо, наверное, попушить немножко вышку. И с сад к тому же не может абсолютно никак помешать. Надо побыстрее этих крипов убивать. На это дело это пау. Да, вот Дэнди, кстати, очень классный сейчас стоит в миде. У него там на три крипка больше. Эксплым вообще практически не потерял из-за того, что ушел за рунной регенерацией. Ну и сейчас может напрягать сталката намного лучше. Замечте, у Смайла, кстати, крипстат 14 на 5. Очень-очень неплохо. Ну, Бессмастера 17,1 плюс тавер. Ну, вот это плюс для некстов. Вот не забирает первую вышку. У них сейчас более-менее появляется преимущество уже по каким-то деньгам. Будут пытаться забрать также второй тавер. Потому что здесь первый Iron Shell у Пупея. А, нет, второй уже Iron Shell. Но все равно довольно тяжело сейчас дать эту вышку будет. И половину ее побить казахи так точно могут. Крипы там как-то подходят. Пупей сейчас может стрять. Нет, вовремя все-таки. Вовремя все-таки Пупей. Лол, Эквал. Лол, как нам получал Эквал. Здесь просто заходят за тавер. Полетели топоры. Не точно. Ну и есть ПП все-таки. Есть ПП. И что, уйдет Сэмка. Лаки умрет. И Сэмка тоже умрет. Волтавр. Почти сделал даблкил. Почти сделал даблкил. Санта добивает. Ну и здесь Эквал тоже скорее всего умрет. Топоры. Последняя тычка. Санта. Там Бистмастер. Если бы он просто стоял, бил, вероятно, он бы, конечно, и выжил. Но, тем не менее, Санта был такой более хладнокровен. Не дергался, ничего. Просто с чистой анимацией стоял и дамажил, дамажил пацана. Да, натупили тут немного Next КЗ. Очень много дамаж. Ну, вообще натупил в первую очередь Бистмастер, который побежал и получил там, ну, плюшек, наверное, 8 от Аура. Да, когда уже Шторм полез на Сэмке, уже было понятно, что лучше не отступать, лучше попытаться забрать кого-то. Ну, то, что умерли трое, это, конечно, это, конечно, не очень. Это, конечно, очень не очень, я бы сказал даже. Манти с Пупеем здесь встретились на нижней руне. Смотрели друг на друга и разбежались. А Сталкат забирает на топе себе Хастул. Есть у него тапок, счет 3-1. По деньгам мы видим, что преимущество есть в команде Next KZ, 700 голды, но по XP у Na'Vi уже 1200 сверх. Ну, конечно, в первую очередь за счет этих трех киллов у XP набрала Брудау, почти 6-й левел у Санты. Ничего себе. Там, кстати, внизу сейчас неплохо Мантиса продамажили, там стоит Центрикат, хороший Шекл. Ой, как Смайл хорошо все сделал. И Дарксир забирает килл. Казалось бы, смог бы, вот если бы еще чуть-чуть дальше влез, он бы спрятался, наверное, от Центрикат. Я думаю, что там, если там есть еще один Центрикат, да, есть еще один Центрикат НС, они бы не побоялись, воткнули его прямо под вышкой и забрали бы этого Балки Хантера. Ну и, собственно, вот Пупьей сейчас забирает крипов на себя, отлично, Айншелом их забревает и уходит. Вышку продамажили уже, больше половины здоровья она потеряла с этого одного захода. О, тут Сталкат на хосте, посмотри, врывается, как быстро убивает Сталкат на! Да, такой вообще провал, и Монтис еле живой уходит, Шекл просто невероятный! Еще чуть-чуть, давай-давай-давай! Почти убил, посмотри, Айншел! НС, НС, НС умирает, НС! Такой лоу, вообще такие моменты, что одни, что другие просто мочат. Да, ну, не хочу ничего сказать обидного, но это, короче, сейчас Матис просто умрет от крипов на 30 хп. Решил, что нет, да, опять два счет, НС здесь мог не умирать, в принципе, жадность его задавила, решил он, да, я все-таки убью, я пойду до конца. Ну, а вдруг бы зацепил этим Айншелом? Не, ну да, в принципе, чуть-чуть ему не хватило, тапка у НСа не было, насколько я понимаю, да, тапка у него не было, у него есть три веточки и Хилинг Слейв. Ну, ничего страшного. Стоп, Упей, пятый левел, есть Аркан тапки, так, на топе. Опа, проблему бисмастера, включает Дэнди ультимейт, и Эквал тут, конечно, просто рассыпается. Ну, Банша, вот она Банша, как бы, и ничего не поделать. Первый выход Дэнди куда-либо со своей линии с ультон, делает он минус бисмастер. Есть у него тапок, есть у него тысяча голды, есть банка, и вот Санты будут отцепить. А там в центре цепляют НС, сейчас очень неплохо пробивает его Сталкат, прячется НС в инвиз, но там Сталкат, конечно, загорел его. Загорел. Просто загорел его. Сталкат его загорел. Третий килл для команды NextKZ, по-прежнему 3-6 они проигрывают, но по товарам они ведут 1-0, и это, наверное, на руку им. Ну, плюс к тому же у них есть лишь шаг с четвертым Диаболиком, так что надо им где-то собираться и пытаться еще товара попушить. Дело должно пойти. Также, грубо говоря, пойти по низу, ну, даже по топу забрать второй тавер, надо. Надо вот что-то решать, в любом случае. Так, Санты, там Солринг. Вроде больше ничего себе еще не успел насобирать. Ну да, Солринг, тапок, щеток, все, больше ничего, больше ничего пока не надо. У Матиса тоже мы видим ничего нет, и вот с ММК сейчас будет попытка зайти на Смайлуху. У Смайлухи 760 голды, есть базилка, есть Magic Wand, Грейджин и есть тапок. Ну, и вот чувствует он опасность, запрятался, никуда не идет. Да, и точно так же сейчас вынужден на XT менять свою позицию. Видят, что в миде очень много противников находится, там и Дэнди, и НС вместе с Пупеем тусуются. И мне интересно, будет ли это все-таки драка в исполнении казахстанской команды. Мантис выбегает, там есть вард у НС, там есть у НС вард, Мантис, напоминаем, пока у него 540 кп. Сейчас НС может просто под ноги себе на центре воткнуть вард, для того, чтобы убивать там всякие варды на хайграунде от противника. И вот, да-да-да. Вот, да-да-да, но Мантис увидел это, Мантис увидел этот момент, по-моему, и вовремя убегает. Хорошо, что не пошел сейчас Баунти Хантер, потому что было бы беда. Да не то слово. Так, тут уже птица полетела на разведку, но никого она пока что не наблюдает. Это иншентах, и идет стяжка у нас на нижнюю линию сейчас. Так, Смайл тут получил, получил трек, ну, я думаю, что ему особо ничего тут не угрожает. Больше опасность тут именно Мантису угрожает, и Шторму. Там же просто будут задувать. Дэнди просто тупо залетает, Дэнди на фейзах. Ну, решил, Шторма бить не будет. Смайл, лошевает, и может же умереть. Блин, я думал, будет его связывать Смайл, бежать дальше и связывать к дереву. Потому что так подставил со Шторм хорошо по дереву, но не побежал Смайл уход дальше, просто он разрядил пауэршот. А там бы и пауэршот, если бы четвертый попал, мало бы не показалось. Конечно, Смайл не умерла, но у нее осталось бы там 150 хп. С этих двух скиллов. Сталкат в миде, он побил хорошенько так, Даур. Ну все, минус Шторм внизу. Мантис вообще ничем не может помочь, абсолютно ничем. Я, кстати, до сих пор Фуриона не видел. Вот у него 1800 голды, я не знаю, это скорее всего Мидас будет. Ну, это Мидас, я так понимаю, это Мидас, а дальше посмотрим. Миде, Дэнди, через ультимейт, седьмой левел у Дэнди, будет пытаться забрать сейчас вышку. Ну, в принципе, помешать им в данный момент не может абсолютно никто, потому что Пупея уже рядом. И пауза, Дэнди! Брудмазер дисконнектед. Ну и тут сейчас я могу сказать смело, что Сталкат в миде умирает. Скорее всего, что у Пупея там второй вакуум. Да, тут уже вряд ли ему получится куда-либо уйти и что-либо сделать. Сивануть его тоже никто не сможет. На топе у нас Эквал на Бисмастере, седьмой левел он, кстати, направляется. Сейчас Мид, я так понимаю, побежит, но тут сейчас, да. Тут сейчас все понятно, его стянут приблизительно вот сюда. Сейчас еще у Фуриона будет шестой уровень. Хоть какая-то помощь будет во время драк в команде на XKZ. Почему я в паузе не могу рисовать? А вот нельзя рисовать в паузе. Только на миникарте рисуется. Да, только на миникарте рисуется именно так. Так, ну что-то пока и Баунти Хантер особо без толку бегает пока по карте. Ну как без толку? Он как бы свою работу делает, он пытается, ну как делает? Он пытается нафармить денег, там, хоть что-то там придумать. Ну что, это основная работа Баунти Хантера. Он стоял в сложную, он стоял против Соло Смайла. Ну что, левел он свой заработал на восьмой минуте. Более-менее да пойдет. Да, но сейчас его задача бегать хорошо, треки раскидывать. А драки команда пока результативные проводить не особо может. Там урона намного больше сейчас именно у команды Na'Vi. Там с этим крипт сформом от Dendy, с просто ничтожным кулдауном сейчас 6 секунд. А дальше он вообще станет 4 вроде бы. Ну это просто такая грязь будет. Там тот же сталкат. Если он себе сейчас там пару брасеров хотя бы не соберет, не купит какой-то поинт-бустер, будет отлетать с двух костов. Я так понимаю, сталкат в этой игре рассчитывает, ну, не быть плотным лешероком, он быть таким там с мега дамажащим лешероком, поэтому вряд ли он будет там застариваться бустерами, ой, бустерами, брасерами. Будет пытаться, наверное, сделать какие-то там... БКБ. Ладно, поехали наблюдать за тем, кто будет убивать сталката. Опа, сталкат вовремя убегает и по пей не стягивает. Ой, ну шторм, ну лол, ну это такой лол, зачем же он прилетал? Вообще без понятия, что произошло только что, шторм просто прилетел и отдался пацанам. Еще и Тироген Тау разобирают в миде сейчас нави. Бестмастер такой подошел, сбоку посмотрел, мол, ребят, ага. Окей. Окей. Ну а Санта тем временем фармит на топе. Санта с Транквилбудцами. Очень интересный выбор для бруды. Кстати, да, я не помню, видел ли я хоть раз у нас на матчах Старладера на бруде Транквилбудцы. Ну и вообще на героях такого типа Транквилбудцы. То есть я там замечал, их покупали там разнообразные непонятные суппорты. Но вот чтобы бруда... Так, там висит пока птица. Это очень интересно. Еще и Скаблана тоже пауков наделал. Просто какая вообще бруда жесткая. Ну что, Тауэр на топе тоже будет забирать навиг. Очень много пауков. Ну и Квал сейчас просто, да, бегать топоры так закидывать. Ух, там кровищи-то. Ой, и Фурион еще. Нормально, пауков нафармил, пацан. Ну и ЦМка, давай, ноу, столько денег, братиш. Вот, хорош, и бежать. Нормально. Все правильно, на борзе. Но Тауэр теряет. Тауэр теряет, теряет третий Тауэр подряд здесь, ребята, с командой NextKZ. Ну и поймает. Поймает точно одного, может быть, двоих. Поймали, поймали у нас только ЦМку. ЦМку уникально набирает. Может быть, сейчас хороший стан, а Сталкат, а Сталкат есть стан, заряжает по Энессу. Забревает очень быстро, Энессу топоры тоже очень неплохие от Эквала. Продолжает преследование Пупей, Сталкат, Горицу. Сталката очень мало здоровья, Дэнни попадает, Криптсформ просто потрясающий. Ну и умирает все-таки. Да ладно! Я думал Сталкат дальше останется в живых, но Дэнни делает добылки. У тебя золи здесь Эквала, какой же Смайл красавчик просто здесь. Но Смайл тут тоже должен умирать, скорее всего. Остается у него 7 холцов у Смайлухи. И Мантис еле живой сваливает. Лаки, нашел Смайла. Смайл включил Виндран, пытается уйти. У него фейзы. Опа, нашли! Еще один выстрел нужно сделать! Все, это минус. Да, и Лаки тоже умирает. Я изначально не понял, почему ему урон не наносил, Жек, только что секунды полторы, наверное. Ну да, я думаю, что за фигня. Что такое? Блин, вот опять-таки, кажись, дерутся более-менее нормально парни из NextPZ, но вот чего-то да не хватает. Чего не хватает? Ну, не знаю. Мне вообще так нравятся эти олдскульные фишки со сборками артефактов у некоторых игроков. Просто только что сам-то там в курицу складывал, выкладывал, комбинировал айтемы, чтобы все четко было. Просто типа... Все по феншую, так сказать. Да, да, но он транквилбуцы разбирал только что. Да, и мы видим, что буквально за последних 5 минут уже 5000 голды преимущества у команды Na'Vi. И Экспа тоже около 3000. Дэдди покупает Вангвард. Кстати, вот это очень прикольная тема, то что транквилбуцы действительно наполовину состоят из Владмирса. Потому что там Ring of Protection и Ring of Regeneration присутствуют. Разобрал, сделал Владмир. Ну и нормально все. Хороший артефакт получается. Так, видят там сейчас НС на нижней линии, как он там тусуется. Да, на него трек сразу же. Вот дымовую шашку ему под хвост засунули. Ну и нормально. Также, кстати, у Смайлухи есть под площадом тоже, я вижу. Матис нашел Пупея здесь в лесу. Должны Пупея здесь убивать, да, конечно. Без шансов. Пупея стягивает? Ну, конечно, никуда тут не уйдет. Да, да, там под криком просто без шансов. Ее, НС такой бежит, ты тут же Смайл, у себя в рассыпную. Кого-то точно должны поймать. Ну, скорее всего, будут ловить. А, нет, Матис уходит, да, это вот единственный невидимый герой. И квал, да ладно, уйдет, и квал, нечем сбивать, т.п. У Дэнди, к сожалению, нету еще. И Шторм замансовал тоже. Нету еще башера у Дэнди. Или там еще чего-то. Ну, Супер Баша пока нету, я думаю, он обязательно его соберет. Ну и разбежались в разные стороны. Еще, чтобы духи башили, как тебе такие люди. Духи башили, да, хороший герой был бы. Хороший герой. И волков. Тоже вариант. Куда же без них. Так, Матис собирает себе барабаны, они уже у него практически есть. Осталось там 30 голды вроде бы. Вот видели мы даже на финалах первого сезона Старой Серии, как Мизери играл в таком же стиле на Бounty Hunter. Но его задача сейчас тупо бегать, треки раскидывать. Если команда будет проводить хорошие драки, то это будет просто залог успеха. Да, все будет супер. Он заработает очень много денег. Вот Санта, получается, понимает, что его каким-то образом бьютят. Такой, опа, палево, палево. Так, что здесь, здесь Лаки сейчас встрянет. Да, Лаки стягивают и Шейклшот взлетает. Лаки. Его просто проколол только что, смайл. Сдулся Лаки. Вот так по одному, по одному. Вот большинство, по сути, у нас было две такие драки. Одна там очень неудачная в начале, вторая на топе, более-менее. Ну а так вот по одному вылавливают Нави своих коньентов, убивают их. Они вышки убивают очень много. Вышек посбривали, посмотри. Только один Тауэр минус у Натус Винцера. Вот сейчас только второй они еще потеряют в центре. Сумсталкат подобрался с четвертым Диаболиком. Поэтому вышку забрели. А так, по деньгам у Нави колоссальное преимущество. Там более пяти тысяч. Так, Пурдж куда-то делся. Это не принципиально. Ой-ой-ой, сейчас Санту будут ловить. Санту должны убивать, должны убивать. Да. Санта проедается и дерево. Ну, какой рейндж у этого крика, я просто не поднимаю. Келометр. Какой агоним? Зачем мы вообще агоним, слушай, чтобы он вообще от фонтана... Через полкарты. Ну, такой вообще иногда просто жесть, на самом деле. Просто прикол в чем? Если ты начинаешь кастовать анимацию крика... Прошу прощения. И цель находится... Ну, ты ее видишь, она не уходит в тень, где кто-то ее подсвечивает. Там рейндж просто колоссальный. Ты сто процентов достанешь, грубо говоря. Да-да-да. То есть, если ты начал кастовать, тебе цель подсвечивает, то все отлично. А цель там может, я не знаю, просто убежать еще на 200-300 юнитов в сторону. Смайл отребрял себе уже Меку. Есть у него ставку из ар-драй, у тенки тоже есть ставку из ар-драй. Ну, отключил дэнди ульт, будут все-таки забирать. Это за тавр здесь. НС идет по графику. В 50-й минуте она собирает себя на даггер. По графику. Тавр надо дефить сейчас казахам. Очень надо дефить тавр. Монтис. Полетели треки. Наверное, на весе уже отойдут. Или не отойдут. Ну, должны. Я думаю, глупо будет сейчас драться. Но без ульта дэнди им точно будет не вариант вообще сражаться. Они пытаются не изобрить эту вышку. Они понимают... Там есть глиф. Там есть глиф. У Next Toll. Так, я сейчас смотрю, купи еще. Ну, и цепануть-то нечем, понимаешь? Вот нет ульта без мастера. Вот 2 секунды до него осталось. Да, но нету маны. И цепануть абсолютно нечем. Ну, вот сейчас могут зацепить, наверное, дэнди. Нет, дэнди все-таки уходит. Только-только-только-только она появилась на ульту. Два трека. Надо сейчас драться. Надо драться просто-напросто. Потому что нету бруды. Здесь пятеро. Нет, не пятеро. Четверо. Малаки должен... Ой, поймали Эквала. Шикал Шотом. Посмотри, быстренько его протыкают. Сайленс. Хорошая стяжка. Сенгинга Пайтрейк. Начинает Махаджалом. И просто такой прокаст от Энесса. Посмотри, Эквал умирает. Дэнди его забрил с руки. Сталкат. Хороший. Вроде бы ста начинает гореть. Минус Пупе. Нет, все-таки забирают у нас лишь рога. Ну, и остается товарищ Мантис один. Дэнди сделал даблкил. Ну, опять-таки классно сработались сейчас Нави. Связали одного Эквала. Казахи буквально все сразу подставились под... Подставились под вакуум. Ну, мы знаем. Увидели на финалах вакуумы от Пупея. Да, как-то там Дэнди четырых вардами закрывал. Нормально выглядело. Ну, вышка падает. Потратили глип опять же зря. Ой-ой-ой-ой-ой! Хорошо подворовал, но Смайл! Смайл, связывай, ты у Мантис нет все-таки. Сейчас Дэнни может задуть. Есть есть грипп сват. Дэнни долго ждал. А почему да? Почему он сразу этого не сделал? Мне очень интересно. Не знаю, видимо, боялся, что ли, или ступил, или я не знаю. Я тоже не в курсе. Может, у него просто кулдаун был. Начнем с этого. Ну смотри, уже 1500 денег у Мантиса, да? Драки проиграны. Барабаны есть, есть тапок. И 1500. Вот вам Баунти Хантер. Санта тем временем на топе сберил еще одну вышку. У него 1000 голды. Есть ПТ, есть Солу Ринг, есть Фладмирс. Ну, у Нави все прелестно. 6 вышка не убили, потеряли всего 2, а, 3, 3, 3 вышки потеряли. 600 голды у НСа, 2 брайсера тапок. Смайл, я так понимаю, должно уже лететь ему что-то такое толкающее. Да, вот есть палочка-толкалочка у Смайлухи, скоро прилетит. У Дэнди, а, у Дэнди будет Иул. Интересно. Ну, это даже больше, чем интересно. С Иулом, конечно... С Иулом можно и порабощать. Поживучее будет у нас Баньша, будет переживать очень много. Неприятностей. Конечно, мне интересно, что тут дальше будет Дэнди собирать. Либо как вот он обычно любит. Там, Форстафы, Даггеры, Иулы, там все что угодно. Побольше кнопок. Нужно больше кнопок. Инвокера нету, надо хоть на других героях кнопки поклацать. Why not? Why not? В Диабле ты скиллов побольше. Ну, хотя там 6. Если Дэнди там уже сидит, он просто... Там 6, но их можно переключать. Как у Инвокера прям вообще. Ну, вообще отлично, слушай. Сулдаун он переключать можно. Просто убили только что Баньшу. Просто пятером. Накинулись. Разорвали. Цель номер 2. Идет, идет, идет. Смоук и походу видели Смоук. Походу видели Смоук. Так, курицу. Иллюзия покоцала. Иллюзия чуть куру не убила. Походу видели Нави Смоук, потому что у них стоит здесь на хайграунде в арте. И они понимают, что казахи никуда деться отсюда не могли. Вот, спалили Смайла. Утимейт Смайла. Смоук надо очень быстро взбривать. Ну, а минус Смайл, хорошо. Ну, там тоже станов много. Там мало того, что 4 секунды от Эквала, так потом еще и Сталкат станет. Ну, и на всякий пожарный уже Шторм может колбу кинуть. Если уж вообще подожмет. Ну, все равно, тут прокаст выдержать, который делает Сталкат, Эквал и тот же Баунти Хантер. Потом еще Сюрикеном такой, на тебе на три сотенки. Получите, распишитесь. Ну, и сейчас мигают, мигают, да. Видят, что птица здесь висела. Это мигал Пупей, кажется. Да, сейчас начинает его ловить. Делает ТП, сюда лаки. Закройт лид, да, закрывает Пупей. Ему нечем выгрызть вообще. Он стягивает Мантиса, но умрет, наверное, Пупей. Да, нужен Кабан, Кабан. Ай, Кабан, не успел дать тычку. Ну, если бы успел, я думаю, Пупей бы. Ну, Эквалу там 35 секунд осталось кулдаун. Он подумал, давай пробегусь, может, 35 секунд побегаю за пацаном. Ну, вообще, вот, если шанс Казахов, то действительно вот так вот по одному вылавливать и пытаться, да, заработать каких-то денег, сравнять счет. Ну, и потом, может быть, дело пойдет. Дела пойдут на поправку, так сказать. Так, Дэнди там уже с Юлом, с Вангвардом, Фейзами. И Хастой в ботылочке. Дэнди там в соло решил убить Рошана. Почему бы и нет? Опа, и НС такой мол. Ну, давай, ладно, дружане, я тебе помогу. Так уж и быть. По старой дружбе. Очень близко лаки. И вот если бы прочекал. Вард есть, все, видит, видит. Вот, пошел, пошел, пошел. Ну, давай туда пенька отправим. Нет, не отправляй. Пенька, пошел пеньок. Вот, пошел пенек. Видит. Все, спалил. Спалил, что бьют Рошана. Здесь же Бестмастер. Будет ли врыв? Да, смотри, как казахи их окружают. Заходит Бестмастер. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой, как тут нами сейчас рассыпется? Пупей! Ну, ты посмотри, как неплохо. Разбиваю. Сейчас Пупей еле живой уходит. Пупей, Пупей, убегай. Деревья в него закрыли. Есть минус Пупей. Минус 2. Дэнди. Рошана не добили. Дэнди на хосте все же уйдет. Задув... Ой, боже, я там думал, Дэнди поубивать. Есть Мека. Дэнди на хосте. А вот Дэнди сейчас там 4 секунды. Дэнди сейчас еще 2 задувочки организует. И все, это будет... Рошана забрали казахи. Ух, хорошо, как Смайл связал двоих. Дэнди задувает Смайл. Повершота может убить двоих. И Квал, неужели уйдет? Вызывает Кабана, и Квал не уходит. Дэнди продолжает драться здесь. Какой экшен-то происходит? Сразу сбили Эггис Мантису. А, нет, Сталкату сбили. Ну, в принципе, Нави хоть драку, по сути, и... Не проиграли, да? 2 в 2. Ну, 2 в 3. Ну, что... Там был у одного человека Эггис. Байбэк Бессмастера? Зачем? Что это было? А, ну там идет просто армада пауканов, точнее, шла. И Бессмастер думал, да ща пойду в фарману. Ну, Санта у нас не лох. Взял, увел пауканов. И все. И Байбэк вообще просто... Ну, незачем было его делать. Ну, а поздравляем Лаки. У него появилась Мека после Метаса. 2200 голды и сверху. Слушай, а Лаки нормально. Ведь денежку хабатит. Мне интересно, что там по личному зачету, кто у нас больше всего. Сталкат 7900. Неплохо. Вот только у команды Нави Дэнди почти 10 тонн себе нафармил. Без 150 копеек. Ну, у Смайл Санта по 8600 плюс. Тоже неплохо довольно. Очень неплохо, я бы даже сказал. Ой, сейчас нашли Дэнди. А, Мантис нашел Дэндика, начинает резать. Ой-ой-ой-ой, Дэнди. Ветра поднял. Успеет ли достать его Сталкат ультимейтом? Иквал. Нет, не достает. Ну, иквал сейчас будет Смайла, скорее всего, уничтожать. Пупей. Хорош, стягивает. Что дальше? А дальше НС должен копать. Вот он копает. Сразу же все залпло. Сбить нечем. Сбили НС. Но все-таки врывается сюда Сталкат. Нету вакуума, чтобы всех стянуть сюда. НС минус. Сталкат просто бегает и горит. Санта в КБ. Санта в КБ минус Эквал. Санта убьет также еще и ЦМочку. Да. И ЦМочка. Сам Смайлух остается в живых. Дарксир минус Лишрак. Ну, и Нави просто разбивает силы противника. О боже, Лаки сейчас подставится. Дэнди поднимает ветра. Ну, и здесь Габелла, как говорят в Харькове. А вот сейчас должен был лететь там уже какой-то Шекл. Ну, мы видим, Лаки умирает. Да, ничего он не успевает сделать. Там, кстати, еще и трек очередной был, повешен на Дэнди. Я вообще к чему? Там Сталкат сделал очень неприятную вещь. Он погнался за Баньшой. Чего делать ни в коем случае нельзя. И Дэнди просто с одного залпа ему две трети здоровья. Так, в духе. Эскадрилья пролетела, все. ХП нету, что делать? Куда деваться? Сталкатному успел три крепазов фармить. Вот пошел гореть. Чем мы его официально поздравляем. Двадцать четыре, на счет на двадцать третий. Многие Нави заходят на хайграунд. Ну, потихонечку начинают убивать вышку. Сам сейчас могут поймать. Поздновато Шекл был. Ну, нет, вряд ли сейчас Нави будет до конца идти. Думаю, нужно им перегруппироваться. Ух, да ладно! Пупея так врываться, что это за бред? Ну, там посмотри, опять делается стяжка. Тут где-то должен же, должен быть... Айси хида умирает тем временем. Уходит Шторм. Мантис не достает до него буквально Криптсфарм. Получается сейчас казахи нормально. Убили одного и не потеряли никого. А тут вообще что-то неожиданное получилось, как по мне. Я вообще не понимал, что происходит, потому что влетает просто-напросто Эквал, дает ультимейт в Пупея и сам его бьет. Остальные где-то там, непонятно, где тусуются. Рэмбо Стайл просто. Да, Рэмбо Стайл. Так, а тем временем Криптита уже начинает пушить Тир-2 на нижней линии у Нави. Умирается, Реген вышли. Нашли Смайла, толкает вперед лайки, чтобы он Смайла закрыл. Смайл выталкивает сам себя. Красавчик здесь. Серега, конечно, через вот этот вот, через эту текстурку не дал поймать себя. Так, Санта, Санта, что там? Санта БКБ, Владмирс, Пауэртретс полторы тысячи. Санта, все окей. Санта не уходит вообще с топа. Он там прижился, все хорошо. Тауэр даже погрест немножечко третий. Совсем чуть-чуть. В первую очередь не интересует, что там дальше будет собирать себе Эквал. Эквал, Эквал. Интересно, а будет ли какой-то, какие-то там Некра или еще что-то в этом духе? Почему бы и нет, например? Ну... Тоже Бруду полить. Да, Некра, в принципе, пригодились бы, но я думаю, сейчас не совсем время. Если 520 голды, это нужно действительно рассчитывать, что игра будет какая-то строка пятиминутная. Что нафармить ему где-то 4000. Я не знаю, мне больше интересно, что будет у Майтиса. Пока у него ПТ, Вангвард, барабаны тысяча. Ты видел, какой коварный план от Санты вообще? Только что был нарисован на карте. Такой, пацаны, я врываюсь. Пу шумит, пацаны. Нам сейчас самое интересное, что на Иксты втроем дали понять, что они находятся внизу. Они хотят забрать эту вышку Тир-2. Но мне кажется, они сейчас, скорее всего, сделают телепорт куда-то подальше. И нескопился третий Брассер. Почему бы и нет? Ну да. Ну у него же на пятьдесят какой-то минуте, ты говорил, дагер, он как раз пока вот Брассерка... По плану, по плану. Брассерками. Только не рецептами, а полными Брассерками. Собирает. Какие арканбуцы, вы о чем вообще? Что это такое? Так, лаки. Стягивают. Но нечего больше. Хорошо, фрустап себя отталкивает. Начинает проседать сразу же вышка. А тут сзади, сзади коварные казахи уже сейчас будут начинать... Сзади-то нагрызать. Это будет очень неожиданно. Вошел... Ай, ну, минус шторм, мне сейчас страшно. Вне шторм, да, умирает все-таки. Так, Пупея, накричали. Санта, БКБ, пошел грызть. Минус Пупея, да как он быстро умирает. Неужели Смайлуху тут тоже забрит? Смайлуха уходит. Нужно сваливать сейчас срочно Сталкату. Сталката грызут просто все. Отличный подкоп от НС от Руси, от Эквала. И это... А нет, все-таки Эквал вроде бы убежал. Нет, не убежит, сейчас Эквал. Бежит, убежит Эквал. Санта за ним до конца. Бараки-то целые. 2 в 2 размен. Лаки по-прежнему в дефе. Мантис летает в ветрах. Мантис окопает. Мантис убрет. Будет беда. Бэйбэк должен у него быть. Мантис все-таки уходит. Да, Мантис ушел. Там Сентри Вард пропал просто вот в этот же момент. Бараки, бараки, нави должны догрызать. А тут сейчас должен просто быть какой-то нереальный врыв. Вот сейчас Санту немножко подопрягают. Бараки живут. Это самое главное, то что бараки живут. Сейчас отменил ТП один. Ну топоры сюда в пауков, пауканы тахавают бараки. Да-да-да, срочно, срочно. Нужно сейчас Эквалу подключаться. Вот он, пошли, пошли, пошли задувать. Немножко обморозили бараки, но так все нормально. Погоня. План погоня. Он сейчас готов уничтожать Санту, я прям вижу. Ну хоть трек выкинул. Ну я думаю, в соло у него вряд ли получится изничтожить Санту. Сейчас там трек. Давай, и крит на полторы тысячи. Он ждет, ждет суппорт. Он бежит в виде ЦМки. Не самый, думаю, лучший суппорт. Не, ну Мантис-то сейчас дождется Бруды на следующем спауне. А вот он Фурион, вот он Фурион рядом. Да, и Санту надо убивать. Так, вот он сейчас должен быть трек. Где же трек, вот он трек. Ну далеко Фурион, очень далеко Фурион. Санта уже уходит отсюда. А Санта просек всю эту фишку, что сейчас... Сейчас там долго казахи ждали. Так, Санта. Ставит. Ну и все, спокойно уходит отсюда. Вряд ли его кто-то догонит. Вот был тут рядом Сталкат. Четыре заряда, кстати, Бладстоуна у Сталката есть у Греклаб. Но такое. Да, там, кстати, на Хекс уже идет Смайл. Смайл от Форстаф Мека и Ultimate Torp. Варды такие интересные стоят в лесу у себя, у команды Next.KZ. Да, Дэнди там вообще запакован основательно со своими... Ой, ну это все, это минус мид. Такое, конечно, не прощают. Нави, посмотри. И Глифа нету, да, Глиф еще? Да, Глиф, конечно, нету. Команды Next.KZ. Долго не будет Глифа. И теряли одну сторону. Так, тут срезали. Хорошо, НС. НС быстро убили. Сейчас еще могут Санту, наверное, зацепить. Ой-ой-ой, Дэнди поднял! Как не вовремя, это Сталката! Там Сайленс отличный по-троим. И Сталкат ничего не может сделать. Грызет его Санта. Минус Сталкат. И умирает Эквал. Гад лайк, Дэнди. Или нет, нет, его не видят. Там попокупались. Next.KZ сейчас пытаются дефить со всех сил что-то. Но понимаем мы сейчас, что Нави, наверное, перегруппируется. И пойдет, в первую очередь, на Рошана. А не куда-то там добивать базу. Они увидели, что есть два байбэка от Хамана Next.KZ. Надо спокойно отойти. Мантис такой пробегал. Опа, гем, пацаны! Такой отличненько. Забрал себе гемчик. Чувак, это гемчик. Чувак, это гемчик. И сейчас пойдет, пойдет бить Лица. Сейчас пойдет Санту уничтожать. В соло. Почему бы и нет? Почему бы и нет? А Санта там тем временем уже себе Иглсон купил. Ой, можно курицу сбить. Система фу-волк, что-то плохо работает. Дичь, дичь летит, пацаны. Просто треки разграсывает товарищ Мантис. Смайлуха уже с ультимейтер-бом. Здесь пайп. Ну, в принципе, все, все, что надо есть. Так, только Фурион, непонятно, что там дальше будет себе брать. Он пока что из себя практически угрозитая и не представляет. Он и бьет не очень сильно, и запушить у него толком не получается. Заходит уже на ХГ. Почему? И не зайти на хайграунд, если есть такая мощь. Если тиммейт, 3-2 левела, вот он ультимейт, ну и поехали. Поехали бить просто Тауэр. Так, очередной трек по Дэндику. Эквал, Эквал даже ульт пока не стал тратить. Слишком далеко находился Дэнди. Ну, сейчас, я думаю, Данила, если Цепанок будет... Как же Тауэр проседает? Ну, что ты поделаешь? Есть, есть Мека. Вошли. А, так что сейчас просто дождутся, когда у Дэнди будет полу-ульта, пойдут его убивать. А он, опа, и отрегенит тебе фулл-хп. Вышка-то, вышка, посмотри, как умирает. Минус Тауэр. На ровном месте. Ничего не делали. Есть Пайп. Бисмастер вошел. Ой, хорошо. НС. НС ему не дали кастовать ульт. Но, все равно, я думаю, здесь Казахи вряд ли повыживают. Шива от Эндика. Мантис пытается драться с Купеем. Без шансов забревает Мантиса. Забревает Сталката. ЦМка пыталась строить Новый Год. Но, также, минус Шторон. Ну, и вот мы видим, что Лаки и Клал остаются в живых. Но, дэмджи, как бы, нанести эти два героя особо не могут. Поэтому, теряет вторую сторону на NextKZ. Ну, и, наверное, Нави. Зарабатывает очередую свою победу. Продолжает... Да, ну, как-то все было слишком легко. ...нащинает защищать титул. Как-то все слишком, что ли, просто получилось, я не знаю. Не, ну, они все четко делали. Уверенно, там, убивали вышки. И у них, вот, сейчас, по деньгам, преимущественно, там, 10 тысяч. По XP, там, 12. Очень-очень жестко. Они ошибок совершали минимум. НС говорит, что Арканбутцы и Даггер, это для нубов. Настоящие Сент-Кинги играют с тремя брайсерами. Это он просто такой камень в огород Зайленда. Зайленд играет без тучки. НС играет без Даггера и Арканбутцы. Ну, что, последняя попытка команды NextKZ что-то сделать. ДНС капнул двоих. Просветочка, НСа убьют. Да, минус НС. Ну, Дэнди уже с ультом, да. Шторм умирает. Смайла убили, да ладно. А нет, сейчас Дэнди просто переключится на очередную цель. Дэнди просто убивает всех. Так, Дэнди вообще, какой у него там стат-то? 12-0-11 у Дэндика. Да, ты что? Диабло-3, не Диабло-3. Этому человеку абсолютно не важно. Вот он просто бежит рядом с Эквалом. Йод-3. Да, да, да. Задувает. Просто возле фонтана пацана уже. А, духи не долетели немножко. Тараску себе покупал. Он просто параллельно купал Тараску. Ну, нормально. Сейчас, кстати, Тарасочка у него уже есть. Дэнди ждет лайк. Продолжает убивать. Сайленс по-двоим. Да, Дэнди сейчас потеряет своих 12-0 здесь. Дно. А, может и нет. Нет, все-таки потеряет. Давай, виси его. Нет, поднимает все ветра Дэнди. Где суппорт? Пупей должен стянуть пацанал. Дэнди! Лол! Кого он из капку вообще? Нет, его там просто сюрикеном Мантис сбил. Убили Дэнди. Хорош. А Дэнди фидак. Ачиммент анлок. Хорошо. 32-23. Убить Баншу с 12-го. Есть один рейджевой барак. Стрип, Пупей. Пытался улететь. Это Лаки его закрыл. Типа, ты не улетишь, друг. И все. Типа, это сбивает телепорт. Это очень сбивает телепорт. С микростаном деревья просто. Ну что, я думаю, в принципе... Ну все понятно. Тут мега-крипы и все такое. Не будем задывать. Вперед вдруг что-то произойдет. Не знаю, там, как-то там... Трубу прорвет у Нави. Трубу прорвет у Нави, да. Пойдут сейчас пятером быстро, там, не знаю, убьют next-ый Нави на Рошане. Пойдут в Мамиду и там выиграют игру. Ну, все может быть, что-то. Да, ну, Мантис там с Яшей, Барабанами... Такой достаточно шустрый персонаж. И мог бы, конечно, доставить дискомфорт. Нави, если бы те настолько четко не делали, увидев кого-либо на своем пути, там сразу ошибок не допускают. Станы четко, дизейблы, сайленсы, все что угодно. Без ошибок. Мантису тут по щам такой, Рошан, иди сюда. И ты сюда. Ну, давайте, подходите по одному. Ну, и квал там тоже откинулся. Ну, все, берем с Рошан. Ну, и что? Надо просто тупо идти по миду. Ой, ой, там люди обручутся. Такая мега-атака пойдет. Ну, поняли, наверное, что это что-то не то. Ну, там последний барак стоит на топе. Такой последний оплот, в который при падении сразу же линии сместятся. Нави уже собрались. На топе. Там у Пупея чуть ли не Кираса уже готова. Вот Сталкат сейчас подставится еще. Нет, не подставится. Сталкат, Денги, отлично. У него Мулспид догоняет Сталката. Просто забегает в толпу, подымает Мантиса. Шиву юзнул. Мантис. Стернули его. Ну, как же много демджа эта Банша там вносит, а? Ваки скрывает Смайла. Сталкат здесь. Пытается что-то еще делать в Зеленом Посохе. Ну, Санта. Да ладно, Санта сейчас умрет. Санта умирает. Сенгин капнул двоих. Залк. Отлично здесь Смайлуха. Есть Мека. НС тоже умирает. Да ладно. Пупей. Пятерых. Просто стянул. Абубить-то нечем. Пока два. Потеряли там Эггис. Дэнди зажали с разных сторон. Под ультом Дэнди. Попробуй его убей. Поднялся витра. Сейчас выкидится просто на 5000 КП. Шива от Дэндика. Санта по двоим. Сталкат умирает. Сталкат. Нет, Сталкат не умирает еще. Все-таки умирает Сталкат здесь. Зеленый поток, но задувает Дэнди. Параг упал. Ну там все. Там мега-крипы уже идут по линиям. И видим, что начинает падать потихонечку Т4 Тауэр. У следующих крипов там уже демок. Убрались нормально так только что парни, значит, КЗ. Просто чё-то не хотел. Дэнди в очередной раз умирает. Упей тоже, наверное, умрет. Матис Кринг Спри уже набрал. Нет, Упей не умрет. Хотя, Матис пошел в погонь. Ну да, мега-крипы есть. То есть, в принципе, ну, все понятно. Ну, поиграем. Чё бы нет. Да ладно, там сейчас крипы сами игру закончат. Не так. Ой-ой-ой, да посмотри, как далеко дайти в дерево. Когда Na'Vi прошлый раз проиграли, там как раз был момент, когда крипы сами закончили игру. Когда они выиграли последнюю драку, а крипы ДТС им сломали просто трон. Такие, блин, трон упал, пацаны. Клосс говорит, трон закончился. КП у трона закончилось. Слушай, а у Дэнди-то нет байбека. У Смайла есть, правда, там. А он все равно за 40 секунд нексты ничего не успеет сделать. Разве что там как-то... Не знаю. О, Смайлуха, четвертый брасерок. Ой, не Смайлуха, а НС. НС, конечно же. О, НС, нормально. Шесть брасера, давай, братиш. Локебал. И тапок можно выкинуть тоже. Да. Просто шесть брасеров. У ЦМки три брасера, но есть госкептер, есть ПТ. Побольше, чем НС нафармил, по-моему. 8800, у НС 7300. Да. ЦМочка больше, чем НС нафармил. Ну, НС отыгрывает, так сказать, роль стендина, да. Особо не летит никуда, много фарма не ворует, просто светом бегает. Ну, периодически врывается, помогает, конечно же. Ну, задача его, на самом деле, критически проста. Главное, просто успеть копнуться под вакуум. Если кто-то успевает сделать, то все вообще шикарно. Это успех. Это успех. Кстати, смотрю, какие-то лучи. Как долго они там против мегакрипов собрались играть? Уже 4 минуты играет, но Смайл побежал. Смайл по-прежнему без хекса. Очень хочет он хекс, но он что-то... А Дэнди уже бежит просто, смотри. Дэнди просто по прямой. Цены, я пошел. У меня 3000 хп. У меня шива. 28 армора, го-го-го. Но у него сейчас там 430 МС. Он под фейзами там просто... Мильярд. Баланар нервно курит в сторонке. Лицбелотки. Итак, подняли Фреона. Шива, не совсем удачно. Несункинг копает двои. Что дальше? Так, Санта, смотри, как быстро умирает Санта. Да, Санта очень четко умирает. Да, посмотри, там хороший был прошив. НС пошел трусить. Но его ульча особо и не дамажит. Пайп, как поздно, Навит, а ее занули. Пайп, Матис умрет сейчас от Дэндика. Ой, хороший подкоп от НСа. Подвоим горят. Горят игроки команды на место. Очень сильно помогают мега-крепы сейчас в драке. Хотя размен-то 2 в 2 на данный момент. Да, но все равно тут уже видим, что вышки, что никто не умирает. Понятно, что мега-крепы, но я все умирает. Три в два. Ну вот, крипов тяжело от Дэбит. Тем более здесь летает вот эта бешеная Банша. Шалена Черепаха. Убей, тоже умирает. Да, остается один Дэнди вообще. Остается Дэнди и мега-крепы против команды на СТЗ. Ну вот, Матис, по-моему, сейчас не по шансам зашел. Ну там сейчас из толка-то просто, посмотри, крипы убивают в салат. Второй раз с мега-крепами смогли отэфить нексты, потеряли Т4 Тауэр. Но Дэнди продолжает атаку. Дэнди неугомонный просто. Ой, Матис, Матис. Че делаешь, мужик? Чувак, да. Переусердствовал. Но он сейчас, по идее, должен умирать. Дэнди тоже отошел. Там-то тут последняя вышка, 200 хп. Если такую игру они, ну, возьмут и выиграют, это, конечно, будет вообще фантастика. Но я... Я просто побрею тебя на лысо, если они выиграют. Что-что-что? Говорю, я тебя побрею на лысо, если они выиграют. Я думал себя, я уже думаю, блин. Нет, нет, тебя. С собой я не рискну. Сейчас они подслушают и такие, давайте сольем, пацаны. Посмотрим на лысого Вилата. Так, курица там с чем? А с гемом летит. Понятно. Да, я же вам сразу скажу, что после этой игры, после короткой паузы, мы продолжим смотреть матчи. Следующим матчем будет Moscow 5 против Absolute Legends. Must see игра, я уверен. Absolute Legends уже подтвержденные участники The International 2-го. Moscow 5, я уверен, что очень сильно хотят туда попасть. Наш продивизион в силе. Таааак, наденди атака! Ну, тут толка от очень много демок получил. Mantis вошел в драку. Смотри, NS убьют. NS убьют, он не успел вообще ничего сделать. Lucky умирает. Вот как же сейчас нельзя умирать Lucky? Он умирает, и баймака нет. Ой, да как же ульт баньши-то дамажит, а? Ну, ты посмотри, просто рассыпаются в считанные секунды. Сейчас игроки команды NextKZ, и понятно, все, ГГ. Трон потихонечку начинает терять свое ХП. Ну, и Пупей помогает там мегакрипам. ГГ! Na'Vi выигрывают матч за 38 минут 57 секунд. NS еще написал, что тут ахахахахахаха. Что он имел в виду, я не знаю. Но, наверное, он имел в виду ахахахахаха. Все гениальное просто. Да, все гениальное просто. Так, а я пока посмотрю, что у нас там идет. Ну что, ребят, мы сейчас с вами берем небольшую паузу. Буквально на сколько? Минут 5, может быть, 10. Ну и возвращаемся сюда, в эту студию, через 5 минут, для того, чтобы посмотреть матч между командами. Продолжение следует...